здравствуйте с вами снова я александр северов и сегодня у нас очередной видос про фронтерика а точнее про двигатель c24 не а еще точнее про клапанную крышку узел довольно простой но в принципе есть одно маленькое но давайте рассмотрим схему начнем с состава клапанной крышки то бишь сама клапанная крышка закрывашка масло заливной горловины собственно тут никаких аспектов нет подходит от вазика кстати если кому нужно сразу с резиночка продается вот прокладка мне тоже никаких особых таких заморочек нету вот и крепление клапанной крышки вот тут уже начинаются интересности это болт ну или винт как по каталогу шайба демпферная втулка и еще одна большая втулка хотя вот это я не знаю почему это называется демпферная втулка у меня есть одна такая оригинальная осталась в одном единственном экземпляре и это в реальности просто конусная шайба почему она конусная расскажу чуть позже собственно начнем с того что ну теперь поподробнее по саму клапанную крышку клапанную крышку новую по этому номеру не купить она поставляется только вместе с головкой вот или же можно но только оригинал довольно за большие за большие суммы вот по этому же номеру вы можете например купить не оригинальную головку блока почему не знаю по номеру для головки блока то бишь гбц этих не оригинальным гбц нет то есть как будто нету не оригинальных бошек в продаже а поэтому они почему-то вылазят соответственно вариант остается только купить либо клапанную крышку от c24 не либо купить клапанную крышку слушайте внимательно от 2 и 2 е это мотор 2 и 2 который практически идентичен c24 не ставился он давным давно в 70-х 80-х например на опель манту и и еще там несколько автомобилей вы можете кстати найти в интернете вот собственно вот так вот выглядит клапанная крышка внутри болячку болячкой клапанной крышки я думаю всем известно или плюс-минус понятно это наш эти самые вот крепежики вот этом месте они тонкие довольно таки вот лопаются они здесь благо есть этот контур по которому в принципе уплотнители еще держи даже если это место лопнуло вот это первая проблема вторая проблема это то что вот этих самых втулок уже ни у кого давно давно не осталось кто-то их по выбрасывал как лишнюю запчасть потому как никто не хотел менять прокладку или бабок не было или еще что-то или садильный герметик этого не хватало приходилось еще сильнее закручивать и в итоге они просто-напросто обламывали эти уши крепления в принципе вот эти места лично на моей клапанной крышки два уха не по-моему даже три обломаны прям вот посерединку и приварены много много сварки там вот но приварена немножко криво и мне пришлось да кстати там по моему чисто вот 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 это вся одна сторона вот такая и мне пришлось ее нагревать горелка и чуть-чуть подгибать чтобы она ровно лежала потому что иначе одна сторона прилегала к башке другая нет ну и короче даже с новой прокладкой это все дело подтекало слегонца вот я честно говоря не любитель мазать герметиком но возможно герметик бы спас положение вот но я не любитель поэтому как бы мне проще аккуратненько нагреть и подстучать подломать и все и она стала ровная точнее как сама конечно она не ровная да но площадь прилегания стала ровная вот собственно начнем с того что как сделать нормальные реки кстати еще один маленький аспект некоторые переходят вместо болтов ставят шпильки шпильки ставить можно вот но все вам все равно нужны вот эти вот втулки вот но лично я сделал по заводскому варианту то есть у меня сейчас включены шпильки я буду вот завтра послезавтра выкручивать и делать нормально я уже все купил вот собственно как сделать нормально как было на заводе это вам нужны вот эти болты винты и вот эту штуку я сейчас еще расскажу и вам нужны вот эти втулки вот это вы тогда сделаете крепление по заводу вот эти втулки у нас подходит от 406 мотора это тоже там называется это все втулки клапанной крышки вот вы их можете купить в автомаге чуть переплатив либо заказать их я номера оставлю в комментариях как обычно вот далее вам также понадобится вот эти болты винты так же я нашел не оригинал размеры здесь м6 на 22 но сразу говорю это м6 на 22 я нашел пробивая вот этот оригинальный номер в интернете в каталогах вот и нашел размерности м6 на 22 вот почему я говорю ну ну обращая на это внимание потому что лично у меня почему-то некоторые болты вкрутились некоторые нет возможно там есть остатки обломившихся обломившихся либо же просто какая-то есть все таки разница и это может быть не точно м6 на 22 но в крайнем случае шаг резьбы по тем болтам что я скину по которым я скину номер вот он он такой же шаг вот какой там именно шаг я не в курсе вот длина длинноватый да может быть некоторые да но как бы длинный не короткий обрезать всегда можно болгарка в помощь вот то есть некоторые они подрезаются и все и без проблем вот они под ключик на 10 либо если купите какие-то другие то я бы рекомендовал взять наш шестигранник вот но я скину под ключ на 10 потому что я ну их легче всего было найти я их заказала как бы ну мне в нем принципиально под шестигранник или под ключик на 10 потому что у меня тот же самый ключ на 10 есть в виде такой длинной палочки под с отверстием под отвертку и мне как бы очень удобно и им откручивать потому что магнитик он все равно все это дело схватывает вот далее вы спросите а как же номер 15 номер 15 нам в принципе не нужен да он конусный но он конусный зачем чтобы давить на вот эту втулку потому что эта втулка конусом идет то есть у нее вверх конус не сделанный под эту шайбу не знаю почему нельзя было сделать плоской собственно как на 406 как то есть втулки от 406 она плоская вот вам никакие шайбы не надо искать не конусный ничего номер по которому вы можете болты купить про который я только что рассказал для крепления клапанной крышки там уже в комплекте с этими болтами есть шайбы они сразу же одеты наш на балл на болтики вот то бишь все что вам нужно это взять поставить втулочки и прикрутить все это болтиками некоторые при этом обрезов но по втулкам смотрите есть один момент они в принципе подходит практически идеально единственное у них место которое входит в саму клапанную крышку ножка она чуть толще в принципе запихать ее все равно в клапанную крышку можно особенно если вы это будете делать в тепле то есть я ее все-таки так запихал но что если вы хотите чтобы она вот прям чуть лька в тюльку ходила то возьмите аккуратненько наждачечку так чик пару раз круто нити по втулке она такая резиновая вот и все снимите чуть-чуть совсем поставите и все вот но даже в принципе без вот этого стачивания она в принципе нормально влазить вы спросите а нафиг вообще она нужна она нужна чтобы не обламывать уши потому что эта штука распределяет прижим нагрузки вот это ну сделано специально вот ну собственно показывать вам втулки от 406 болты я как-то резон особо не вижу вот это просто болты просто втулки клапанной крышки можете их сами как бы найти в инете вот собственно на этом я думаю видео можно и закончить вот собственно все рассказал кстати клапанную крышку если чем можно еще искать на сборках по рекордам потому что туда тоже c24 не оставился тоже там есть клапанные крышки вот вот также можно еще сварить аккуратненько из клапанной крышки на c26 и но это уже чисто такой колхоз такое не знакомы кому надо заморачиваться этим вот поэтому вот так вот ну что ж все подписывайтесь на канал скоро будут еще видосы и всем пока пока вступайте в группу вконтакте вот 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 вот